Друзья, всем здорова! С вами, как всегда, Алексей Крылов, Башенька, Диана. Всем привет! Сегодня у нас будет очень интересная тема, посвящена английскому языку в путешествиях. Потому что многие часто задают вопрос по поводу английского языка. Насколько его нужно знать, чтобы путешествовать. В общем, на эту тему мы поговорим и также поделюсь советами, как его можно будет выучить. Да, если вы изучаете английский язык, делитесь обязательно под видео какими-то лайфхаками, как его можно быстро выучить. Ну что, поехали! Начнем с того, насколько хорошо я знаю английский язык. Я сейчас сделаю видео нарезочку, примерно. Там буду я, будет Александр. То есть, вы посмотрите, насколько круто мы общаемся на английском языке. Сейчас мы делаем ням-ням, и мы идем в рецепшн, и мы говорим о номерах. Потому что в моем номере очень много молдов. Молд – это плесек. Вот такой уровень у меня английского. Очень интересно смотреть, как Александр разговаривает на английском языке. Ну вот, в данный момент мне надо остановиться. Я хочу поменять джинсы на шорты. Вот я водителю сейчас пытаюсь объяснить. Sorry, After City, one minute pit stop, please. Ну, короче, меня поняли и поймут. Да, язык жестов рулит. Шорты туда-сюда, переодеть. Итак, мы сейчас будем подниматься в наш номер. Как отель называется? Pyramids Plaza Hotel. 4-0? О, 4 звезды. Это как King Tut, да? А спроси, у нас тут все включено или нет? Мы даже не знаем, как ужин будет по-английски. Блин, надо спросить, во сколько ужин? What's time eat? How much time ужин? How much time ужин? Вечерний ужин. How much time ужин? Eat. Как это будет? Он знает вот такое движение. Ну, смотри, как ты круто поговорил по-английски. Спроси, почему камень? С этим неинтересно к нему на английском обратиться. Посмотрим, как они пойдут. Ты же английского не знаешь. А, в натуре. Ну что, друзья, когда я посмотрел это видео, я понял, что у меня ужаснейший запас английских слов. То есть, короче, я вообще не знаю английский язык. И нужно, короче, с этим делом что-то делать. Тебе тоже так показалось? Ну да. Будь здорова. Будь здорова. Получается, с английским еще какая сложность. То, что когда-то знал, оно все равно со временем забывается, потому что в обычной жизни не понимают английский язык. То, получается, даже в Египте, так как большинство людей есть русскоговорящий персонал, то, ну, в общем, не нужен английский часто. А потом, когда уже выезжаешь за пределы, где-то выходишь, то понимаешь, что английский нужен. Вот, у меня какая-то сложность. Я английский понимаю, когда ко мне обращаются, но не могу в ответничество. Вот, и решили, что нам нужно изучать новые слова. И нашли для себя способ, который подходит для изучения... Нет, точнее, я про себя нашла способ, который можно изучать английский вместе с ребенком. С этого и начали. Да, то есть, способ, говорю, для лентяев. Ну, поскольку я лентяй, вот, я, как сказать, я тот человек, который... Я не буду сидеть часами вот это все дело зубрить. И вот самый простой способ, который я нашел для себя. Смотрите, есть приложение, называется Puzzle English. Его можно установить в телефон, либо можно как заниматься через сайт на компьютере. Вот, очень крутое приложение. Сейчас буду рассказывать способ, как мы это все дело делаем. Смотрите, в этом приложении есть огромное количество всяких заданий, всяких сервисов. То есть, на что рассчитано это приложение? Что вы можете изучать английский язык самостоятельно. Либо, например, если вы не хотите, там, тратить деньги на репетиторов, или, либо, если вы занимаетесь репетитором, это может, там, быть, как дополнительно, вот. Вот, то есть, что очень круто. С чего мы начали? Мы начали смотреть мультики. То есть, есть такая штука, называется, смотрите, вот, задание, видео-пазлы, аудио-пазлы, уроки, всякие тренажеры. Вот, захожу на видео-пазлы. Тут есть раздел мультики. И, например, вот, элементарно мультик со свинкой Пеппой. Сейчас я захожу. Вот, учим цвета со свинкой Пеппой. Заходим. Здесь можно, вот, идет мультик на английском языке. Вот, видите, есть английские слова написаны, и можно ставить, вот, русские. То есть, будет еще идти параллельно перевод. Поскольку в мультике мало слов, то очень, как сказать, легко запоминается. Вот, цвета, вот так вот. Потому что это учит Даша, и параллельно учим мы, и, как сказать, на английском языке. Очень удобно. В общем, совмещаем приятное с полезным. Да. Даша занята, потому что посмотрит мультик. Плюс она тоже, возможно, запоминает что-то. Вот, и мы учим. Вот, благодаря Даше мы это и нашли. Потому что, как раз, хотели, ну, я хотела ей показывать мультики на английском языке, но нашла тут для себя такие, в которых есть еще перевод для меня. Да. Потому что я бы, как сказать, вот, сейчас бы я мультики бы не смог бы смотреть, но когда идет перевод, то, как бы, это очень круто и полезно. Вот, смотрите, есть раздел видеопазла, и тут можно, вот, мультфильмы, обучение, фильмы, новости, можно новости смотреть тоже так с переводом. Например, есть раздел песни, очень удобный. Так, заходим. Вот. Например, выбираете 10 ваших любимых песен, и с помощью этих песен можно очень круто пополнить словарный запас. Например, вот, песни с фильма Титани. Заходим. Идет песня, идут слова на английском языке, включаем перевод, и все, песню, я вам скажу, что я думаю, эту песню многие знают, как бы, примерно, они слышали тысячу раз, поэтому слова запоминаются очень легко, и перевод, как бы, тоже запоминается очень просто. Поэтому, вот, по песням, для меня очень круто изучать. Это прям неизданно, это для меня какое-то открытие. Даже круто для себя, хоть вы будете понимать, о чем, например, ваши любимые песни, которые звучат на английском языке. Люс, это приложение подойдет для людей с разным уровнем знания английского. И для учебы, и для работы, и для путешествий. Там каждый может выбрать то, что именно ему нужно. Вот, мы, я для путешествий себе выбрала. То есть, друзья, вам нужно зайти, посмотреть, что здесь есть. Здесь огромное количество, вот, заданий, игр, найдете для себя все, что хотите. Здесь, например, есть каталог книг, есть тренажер диалогов. Ни в одном таком приложении нету, как сказать, такого количества. И каждый может найти что-то для себя, как ему будет проще это дело изучать. Тут есть возможность практиковать английский каждый день. Не напрягаясь, это самое главное. Просто там вечерком посмотрели какую-то песенку, мультик, вот. Либо, ну, тут найдете для себя огромное коллеги. Поиграли в какую-то игру. То есть, это очень круто. Я оставлю на это приложение ссылку под видео. Так что занимайтесь, пополняйте свой запас английских слов. Так вот. И мы тоже будем заниматься, если не будем лениться. То есть, это уже второе, чем я буду заниматься. Я, как бы, обещал в этом году буду ходить в спортзал. Вот. И сейчас буду подтягивать свой английский язык, потому что действительно это дело необходимо. Да. Кстати, люди спрашивают, хожу ли я в зал. Да. Хожу. Но, как сказать. Стараюсь хотя бы раз в неделю, два раза в неделю. Но я хожу. Там не давали комментарии под видео. Так что мы стараемся. Диана тоже ходит. Так что покажем в конце года, какие результаты у нас. Итак, как мы обходились со своим ужаснейшим знанием английского языка, сейчас будем рассказывать. Например, что касается... Начнем с чего? С Египта. В Египте, как сказать, нам повезло, потому что там, в принципе, население знает русский язык. Ну, точнее, те люди, которые работают с туристами. То есть, есть основные туристические города. Это там Хургада, Шрам-эль-Шейхи. Там, как бы, персонал в отелях элементарно что-то знает. Но, как сказать, они знают буквально элементарный набор слов. И, как мне сказал Гид, что в Египте, в принципе, русский язык знают очень мало людей. То есть... Хорошо знают. А? Хорошо знают, да. То есть, нам кажется, что когда мы приезжаем, нам говорят, говорят, привет. Там, привет, как дела? И все. У меня уже складывается впечатление, что человек знает отлично русский язык. На самом деле, он может знать только там 2-3 фразы и все. Поэтому часто возникает какое-то недопонимание, да? Ну, да. Да. Например, как у нас. Было недопонимание, кто смотрел видео. Мы пошли в дельфинарий. Там, например, официант не знал русского языка. Он знал английский. И когда Дианина мама спросила, почем кофе, но она спросила на русском. А он спросил, типа, вам одну чашку принести? Она подумала, что кофе стоит 1 доллар. Вот. Хотя было в меню написано 3 доллара. В итоге она заказала 3 чашки и пришлось, как бы, вот, видите, возникло недопонимание. Из-за этого недопонимания, как сказать, происходят всякие различные, ну, так скажу, немножко неприятные ситуации. Вот так вот. Вот, поэтому всегда нужно уточнять. Вот, например, в том же Египте правильно ли вас поняли, неправильно поняли, да? Да. А как ты уточнишь, если тебя не поняли? Ну, не знаю, точно там как-то, ну, то есть иметь в виду, уже так скажу, что вас могут недопонять. Вот так вот, либо так вот. В общем, в отелях там чаще всего хотя бы один человек-то найдется, который будет знать, ну, наверное, там есть менеджеры разные. Да. Только в отелях, которые нацелены на туристов из Европы, там не будут. Да, да. А в отелях нет проблем, это только если за пределами где-то. Как бы в Каир поехали, а там уже русского не знали. То есть, смотрите, да, будет недопонимание, связанное, вот, будьте внимательны, когда вы что-то где-то оплачиваете. И когда-то давно, очень давно, я покупал экскурсию тоже там у одного мужика, я заплатил за экскурсию VIP какой-то там остров, вот. А мне типа сделали обычный остров. И, короче, вот произошло какое-то недопонимание, потому что он там русского не знал. Короче, в итоге мы потом с ним, как сказать, попытались типа поругаться, попросить, чтобы там нам сделали эту какую-то компенсацию. Но в итоге нам никто ничего не сделал и все. Просто вот недопоняли, и мы были невнимательны. А нам казалось, что они знают все идеально прямо. А по поводу цифр, тут хорошо, у них почти у всех есть калькуляторы и пишут, ну, цифры на калькуляторе, тогда все понятно. Когда вы будете в той же Турции, там, в принципе, если вы не знаете английского языка, то проблем не будет. Но трэш у меня начался с английским языком, когда мы поехали в Таиланд. Мы путешествовали по северу Таиланда, там, мы были в Бангкоке, как бы, ну, в таких местах, где, в принципе, мало русскоязычных туристов. То есть, есть, например, там Пукет, по-моему, там тупо летают, как прямые перелеты, там много, как бы, русских туристов, поэтому там еще могут как-то более-менее. Это как, например, в Индии Гуа, например, там тоже много русскоязычных туристов, поэтому население еще как-то можно там что-то по-русски сказать. Но, когда ты попадаешь в те места, где туристов русскоязычных нету, как бы, есть там туристы со всего мира, вот, поэтому уже становится реально сложно. Ты понимаешь, что английский язык необходим, и элементарные слова ты как-то должен знать. То есть, уже не нужно, ну, как бы, для начала хотя бы, не нужно знать, как правильно эти слова, там, как строится предложение просто, например, если мне нужен в аренду мотоцикл, типа, rent, аренда, байк, там, rent, аренда, машина, кар, вот. Хотя бы два слова вот так вот, чтобы вы чуть-чуть, либо, если вы хотите что-то купить, там, должны там знать название рис, райс, там, курица, чикен, вот. Вот, поэтому, вот такое, элементарное. Ну, плюс меню, хорошо, что там картинки есть, но в меню у них было написано все или на тайском, или на английском. В общем, и на тайском, и на английском. То есть, надо хотя бы знать, с чем, что ты заказываешь. Потом мы ездили на экскурсии, только один или два раза были на экскурсии с русскоговорящим гидом, а так там всегда гид говорил на английском языке. В Таиланде. Да, в Таиланде. И, то есть, надо было понимать. Ну, и я со своим английским, то есть, понимаю, о чем говорят. Просто сложно обратную связь дать. Ну, да. Плюс еще у каждого свой акцент. И, допустим, в Таиланде они все склоняют на последний слог. И, короче, наши английские, они не понимают, так как мы, допустим, если мы просили кофе, они не понимали, что мы хотим. А потом такие, а, класси. То есть, есть еще свои нюансы. Даже если знаете английский, то все равно вас могут везде понять. Ну, да. Кто ничего не знает? Хуже всего, когда вы заезжаете в какую-то глушь. Это как мы были в Гоа. Заезжали на мопеде в какую-то глушь, где люди вообще никакого языка не знают. Разговаривают только на местах. И здесь, например, как вам сказать, когда мы, нам нужно было, например, мы ехали в село, например, называется Чапора в Гоа. Просто останавливались возле какого-то мужика, говорили Чапора. И он нам, как бы, рукой показывал, куда ехать. Все. Вот так проходил весь диалог. Мы остановились. Сказали только Чапора. Название города надо знать. Не говорить туда. Да, все. Так вот это дело происходило, поэтому... Вот так вот. Да. Ну, мы там ездили без навигатора, и просто зная только название, куда нам надо, то без проблем могли добраться. Главное, правильно его назвать. Что бы не мешало мое незнание английского языка в том же Таиланде. Например, мы общались с местными, у нас там была, как сказать, общая подружка, которая работала... Да, есть еще. Да, есть. Да. Получается, она работала в салоне красоты, вот. А мы в этом салоне снимали там верхний этаж, в котором мы жили. Так вот. Поэтому мы с ней там по вечерам общались. Мы сидели там элементарно, пили разные коктейли, ходили в кафешки. Вот. Диана еще как-то ее понимала, когда она говорила на английском языке. Но мне, мне хотелось общаться, и я как бы хочу общаться, но я ничего не понимаю. И это, конечно, жесть. Хочется много чего спросить. Я уже спрашивал через Диану, вот. Например, когда общаешься с местным, хочешь спросить там, куда можно поехать в интересные места, где там подешевле, что купить. Тебе это дело говорят на английском языке, а ты, короче, тупо ноль. Ничего не понимаешь. И это, конечно, ужасно. То есть будем уже подводить какие-то итоги. Нужен ли английский язык в путешествиях? Ну, дополню еще. В том же самом Египте, когда мы выехали уже в Александрию, на заправке со мной общались на английском языке. Я заказывал кофе, и он меня спрашивал, какой кофе, какой объем. Я этого уже не мог понять. Где-то мне уже потом там подбежал гид, уже начал переводить. То есть, в принципе, английский язык многие знают. Многие люди знают его на каком-то элементарном уровне. То есть... Даша тут уже рассказывает что-то. Это ругается, да. Сможете ли вы путешествовать без английского языка? Смогут люди? Конечно, сможет. Да, в принципе, да. Язык, жестов все понимают. Но сложности будут. Особенно в том, что вы не сможете понять, даже если сможете спросить, какой-то вопрос задать, не сможете понять, что вам отвечают. И, например, могут сложности возникать в аэропортах. Как бы, например, где иногда нужно быстро принимать решения. Там какие-то рейсы стыковочные. Ну, в этом могут быть трудности. Поэтому, как вам сказать... Изучайте английский язык, если, например, вы не знаете. Например, по каким-то элементарным темам. Вот в приложении, например, можно там выбрать тему аэропорт. Можно там выбрать тему ресторана, еда. Вот такое вот. На этой прекрасной ноте будем заканчивать это видео. Я желаю всем, как сказать, знать английский язык. Что еще пожелаю подписчикам? Счастья, добра. Да, счастья, здоровья. И самое главное, путешествий. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok